Всем привет, друзья! Мы сейчас с вами докажем вот такой красивый факт. Оказывается, что если мы просуммируем корень кубический из 2 плюс корень из 5, и корень кубический из 2 минус корень из 5, то мы получим в точности единицу. Давайте мы пока предположим, что мы не знаем, что мы получим, и обозначим данную сумму за альфа. Ну и будем в итоге доказывать, что альфа у нас равно одному. Давайте мы возведем обе части этого уравнения в куб. Ну и это у нас будет равносильное преобразование. И, конечно, для левой части мы используем всем известную формулу куба суммы, что а плюс b в кубе это а куб плюс 3а квадрат b плюс 3а b квадрат плюс b куб. Ну и мы ее будем использовать вот в таком виде. Давайте вначале запишем а куб плюс b куб, и потом плюс отсюда вынесем 3а b. И в скобочках у нас останется от этого слагаем в а, а от этого b на а плюс b. Итак, возводим в куб. Тогда в правой части, понятное дело, у нас получается альфа куб. Ну давайте его слева запишем. А в левой части у нас получается а что? Куб этого выражения это 2 плюс корень из 5. Куб этого выражения это 2 минус корень из 5. И у нас будет утроенное произведение, умноженное на сумму. То есть плюс 3 на произведение. Чем уровне произведение? Это будет корень кубический из 2 плюс корень из 5 на 2 минус корень из 5. А это у нас что? Это у нас разность квадратов. То есть 2 квадрат минус 5, корень из 5 в квадрате. И умножить на сумму. Но мы уже обозначили сумму корней за альфа, поэтому у нас тут получится альфа. Ну и теперь остается заметить, что 2 квадрат минус 5 это минус 1. Корень кубический из минус 1 это минус 1. То есть все вот это это минус 1. А тут корень из 5 сокращается и остается 4. Тогда если мы перенесем все в левую часть, то что мы получим? Альфа куб. Тут было минус 3 альфа, соответственно, при переносе левую часть получится плюс 3 альфа. Тут плюс 4 влево минус 4 равно нулю. Итак, мы обозначили это выражение за альфа, и мы тогда как следствие получили, что альфа удовлетворяет вот такому кубическому уравнению. Но давайте заметим, что у нас альфа в кубе это монотонно-водрастающая функция. Ну у нас график кубической функции выглядит вот так. И 3 альфа это тоже монотонно-водрастающая функция. Значит их сумма это тоже водрастающая функция. Ну и минус 4 ясно, что не влияет на водрастание. Значит вот эта вся вещь в левой части является монотонно-водрастающей функцией. Строго-водрастающей. Значит она может быть равна нулю максимум при одном единственном альфа. Ну а при каком же альфа она равна нулю? Тут легко видеть, что подходит альфа равная одному. Итак, мы делаем вывод, что альфа равно одному. Еще раз, почему? Мы понимаем, что этому уравнению удовлетворяет альфа равное одному. Никакое другое не удовлетворяет, потому что если у нас есть любая функция, которая монотонно-водрастает, то есть как-то вот она все время водрастает, ясно, что она равна нулю, может быть только максимум в одной точке. В одной она равна нулю, в точке альфа равно одному. Значит мы доказали, что альфа действительно равно одному. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А также подписывайтесь на телеграм-канал, ссылочка будет в описании под видео. Всем пока!